Есть ли жизнь у проектов после Иволги? Здравствуйте! Вы смотрите программу Город С. С вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня активные участники молодежного форума Иволга. Руководитель службы «Инклюзивный городок» Алексей Транцев и победитель прошлого года в смене «Ты предприниматель» Ольга Артамонова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот год прошел, готовимся мы к следующей Иволге, но еще все-таки есть о чем говорить по прошлому году, да, Ольга? Победитель смены «Ты предприниматель», вы к нам не с пустыми руками. Расскажите, пожалуйста, это, я так понимаю, ваше изделие, это то, чем вы занимаетесь? Да, я занимаюсь лепкой из полимерной глины, делаю различные сувениры. Это как игрушки, так и цветы, цветочные композиции, аксессуары для женщин, шкатулки, в общем, много всего. Ну вот как это работает? Мы говорим о том, что Иволга, в принципе, дает какой-то шанс, да, молодым людям, талантливым молодым людям для того, чтобы развиваться и свои проекты превращать в жизнь, так скажем. Насколько это случилось для вас, как бы для победителя смены? Что вам дала Иволга вот это участие и ваш проект? Заживали новой жизнью? На самом деле Иволга дала очень много. Прежде всего, это уверенность в себе, потому что, когда я собиралась на Иволгу, я, конечно, не была уверена, что я выиграю. И, ну, впрочем, как и всегда, собираюсь на форум. Когда... Ну вот когда вы приехали, вы, наверное, волновались, потому что конкуренция, да, была? Конечно, там очень много молодежи, причем умный и талантливый. Чем вы зацепили? Ну вот так уж честно признаться, да, вы не одна в этом жанре, так скажем, работаете, да, многие люди делают какие-то и поделки, и украшения из разных материалов, но, тем не менее, вы стали победителем. Почему так произошло? Наверное, какой-то анализ проводили, и, может быть, Алексей знает. Давайте я расскажу. У Ольги очень интересная история. Она вместе со мной принимала участие уже в трех молодежных форумах. Первый был федеральный юбилейный форум «Селигер», куда поехала наша самарская делегация, такой одной из первых, одной из самых массовых. Вернувшись оттуда, мы, как самарская молодежь с инвалидностью, поняли, что у нас есть свой замечательный форум «Ай-Волга», и было бы здорово, если бы участники с инвалидностью из разных регионов Переволжского федерального округа могли бы ездить туда и там общаться, учиться, выигрывать гранты. Ну и Ольга поехала на первый же инклюзивный городок, на культурную смену. Это было очень хорошо по участию, но для победы немножко не хватило, мне кажется, знаний, опыта, искусство самопрезентации, может быть. А во второй год, в 2016, Ольга поехала уже на смену, ты предприниматель, и стала призером, и теперь мы видим вот такие вот очень крутые, очень коммерческие, я не скажу, что они такие благотворительные, это готовые коммерческие изделия, очень крутые. Вот что дает людям форум, это очень яркий пример. Хочется, вот смотрите, о чем поговорить. Иволга – это большой форум, огромный, да, я бы даже сказала, потому что участников столько, что глаза разбегаются, сколько смен, и все занимаются своим каким-то делом, и каждого можно, наверное, назвать специалистом в каждом из этих профилей. То, что касается инклюзивного городка, насколько ваша смена и эта служба, насколько она массовая, сколько приезжают ребят именно к вам, потому что это все равно, как ни крути, определенные условия, это определенная помощь, сопровождающие какие-то лица и так далее. То есть как это работает у вас, потому что другие приехали, некоторые там палатку поставил, да, и живет себе там спокойно все это время. У вас немножко другая история, как это работает, потому что я знаю, что это работает, и много труда в это вкладывается. Ну, для начала скажу, что инклюзивный городок – это не смена самостоятельная, это служба, которая обеспечивает комфортное участие ребят с самыми разными форумами инвалидности в сменах Иволги, в тренинговых программах, абсолютно на равных с другими участниками, с участниками без инвалидности. И тем для меня, как для руководителя службы, ценнее усилие, работа, вклад ребят, потому что они конкурируют, они соревнуются, они учатся абсолютно на равных. Это та же Ольга соревновалась с двумя тысячами ребят без инвалидности в прошлом году, и тем не менее показала огромный, просто колоссальный результат. К Иволге, на самом деле, мы начинаем готовиться практически сразу после Иволги предыдущей. Да, пауза у нас достаточно небольшая, потому что требуется разобраться по реквизиту, требуется провести информационную кампанию, требуется прояснить все условия, требуется связываться с регионами, с органами власти. До сих пор, к сожалению, как среди чиновников, журналистов, так и среди самих молодых людей с инвалидностью встречается мнение, что приехать на молодежный форум летний, туристический, которым является Иволга, человеку с инвалидностью нереально невозможно. Это небезопасно, и ничего хорошего в этом все равно не получится. Но мы третий год будем доказывать обратное, будем показывать, что мы реально можем создать абсолютно рабочие, комфортные условия, которые не выделяют наших ребят, а просто компенсируют их ограничения. Так, чтобы они могли абсолютно на равных конкурировать, учиться, работать, участвовать в культурно-досуговой программе и создавать вот эти вот божественные творения. То, что касается культурно-досуговой программы, опять же, очень насыщенная Иволга. Как функционирует именно то, что какие-то концерты, какие-то еще там, не знаю, сейшены, сходки какие-то там происходят, ночами там сумасшествие же происходит на Иволге, какие-то реконструкции, еще что-то. Как вы работаете над тем, чтобы ребята могли не только поработать, так скажем, да, и свои таланты продемонстрировать, но и именно отдохнуть вечером в нерабочее время? Ну, для начала скажу, что после отбоя никому мы беситься не разрешаем. Для этого у нас есть достаточно строгие инструкторы, которые с одной стороны помогут разобраться с другой проблемой, но и проследят, чтобы участники обязательно выспались перед следующим насыщенным днем. Тем не менее, ребята абсолютно полноценно участвуют в культурной программе. Ну, к примеру, Иван Пчельников из Пензы, парень на коляске в один из лет, в один из приездов на Иволгу стал мистером Иволгой. Ох ты как! Да. Как здорово. Насколько я понимаю, по культурно-досуговой программе и Ольге есть чем похвастаться, но я думаю, она расскажет сама. Меня же очень радует, что на Иволге есть как развлекательные мероприятия, дискотеки, конкурсы для молодежи, тусовки, театры, так и вполне серьезная программа, такая как «Бессмертный полк». Каждый из участников имеет право участвовать в шествии и ночью в 4, с небольшим часом ночи проходит шествие. Примерно на километр большая программа, при том, что следующий тренинговый день никуда не отменяется. И всегда у участников есть выбор. Или выспаться, отлежаться и потом участвовать в дискотеках, или вкалывать на грантах, или принять участие в «Бессмертном полку». Я горжусь своими участниками, потому что 80-85% из них всегда принимает участие в этой ночной акции. И это очень здорово. Это показывает осознанность нашей молодежи, кто бы что ни говорил. Оль, что больше нравится на «Иволге»? Атмосфера, то, что ребят много, что есть с кем общаться, такая насыщенность большая. Потому что даже перенасыщенность, да, я в иной раз можно сказать, потому что очень плотный график всегда на «Иволге». Что больше привлекает и почему вообще захотели поехать? У нас всегда подбирается очень замечательная команда инструкторов, команда ребят нашего инклюзивного городка. Это всегда интересно, это всегда новые люди, иногда и не новые. У нас собираются друзья там. «Иволга» каждый год все равно она какая-то разная. И, допустим, вот последняя, она была очень насыщенная для меня. То есть я помимо того, что работала над проектом, училась, еще участвовала в конкурсе «Мисс и мистер Иволга» тоже с мальчиком из нашего инклюзивного городка. Мы получили статусы «Мисс и мистер дружелюбность». Здорово, молодцы. То есть все успевали и участвовать и в образовательной программе, и в культурной программе, и также, как Леша сказал, участвовали вот в шествии, посвященном Великой Отечественной войне. То есть старались. Честно говоря, как передвигаются вам с помощью коляски, как передвигаются другие ребята, у которых какие-то ограничения по, может быть, по зрению же, да? Наверное, Алексей есть по зрению. И по зрению, и по слуху. И вообще, вот как с такими ограничениями, так скажем, по здоровью, как там перемещаться, передвигаться, чем-то пользоваться? Потому что все-таки это действительно туристическая зона. Там невыстиланные, да, асфальты и так далее. То есть какие-то случаются ли проблемы, и как с ними справляться? Ну, на самом деле, проблемы всегда решаются. Любые проблемы причем. Вот у нас всегда есть помощники, инструктора всегда помогают. Если вдруг где-то мы там заедем и застрянем, нас обязательно помогут проехать дальше. А в шатры всегда есть пандус, к которому мы беспрепятственно заезжаем на образовательную программу. То есть в целом все очень доступно, насколько это возможно. Леш, там, где проживают ребята из инклюзивного городка, какие там дополнительные условия? То есть я к чему? К тому, что сейчас есть возможность еще, есть время у молодежи с инвалидностью зарегистрироваться и тоже попасть на Иволгу, чтобы ребята не боялись. Да, давайте поговорим об этом. Чтобы никто не боялся, что будут какие-то проблемы, несчастья или что-то, что не стоит сидеть в четырех стенах у себя дома, да, а можно вполне на природу, на свежий воздух выехать. Расскажите, как там живется. На самом деле, на этом моменте я должен выразить свою огромную благодарность нашим органам власти и регионального уровня, и межрегионального, таким как полпредства, за то, что ежегодно они предлагают действительно колоссальные усилия для развития доступной среды на форуме Иволга. Это комфортабельные палатки, в которых высокие потолки, где стоят настоящие реальные кровати из санаториев, которые специально усилены для того, чтобы люди, например, с нарушением опорно-двигательного аппарата, могли там комфортно спать и отдыхать перед образовательной программой. Это тумбочки, столы, стулья, специальная обеденная зона, это специальные биотуалеты, которые располагаются рядом с лагерем. Можно сказать, у нас такой европейский кемпинг, где ограничения не слишком ощущаются. Еще я должен поблагодарить наших замечательных инструкторов всех лет, потому что они, во-первых, проходят сами инструктаж, учатся работать с людьми с разными формами инвалидности, а во-вторых, в течение 10 дней форума никогда не оставляют и не бросают участников. Они ходят с ними на образовательную программу, помогают добраться до любого объекта на форуме, помогают разобраться с душами, полевыми банями, дискотеками. В общем, работа инструкторов там круглосуточная, именно они, эти люди, обеспечивают тотальный комфорт наших участников. На самом деле, в людей с инвалидностью на Иволге вкладывается, наверное, даже больше, чем в иностранные делегации. Это очень здорово, это очень правильно, и хорошо, что наши участники показывают результат, дают обратную связь, демонстрируют, что не зря создаются эти возможности. Ну, например, первый инклюзивный городок у нас было всего 16 человек. Это был эксперимент, это было всего два шатра, две армейских по палатке на 10 мест каждая. И в первый год у нас было уже два призера на конкурсы грантов. Обе девушки были самарские, ну, так уж получилось, что у нас инклюзивные практики в Самаре прокачаны лучше, чем в регионах Приложского федерального округа. Однако следующий год, 2016, и вот уже приехало 32 участника инклюзивного городка, и 6 проектов стали победителями Иволге. Ребята в общей сложности увезли грантов на 1 миллион 100 тысяч рублей и по поездку на Байконур. А в этом году у нас уже 50 мест на людей с инвалидностью, участников с ограниченными возможностями и гостей. Слава о нашей площадке, о нашем форуме разошлась далеко за пределы Поволжья. Вот буквально за последние две недели мне написало три человека с инвалидностью, уже сформировавшихся в своем личном деле. Предприниматель, модель, человек, модельер, который шьет костюмы специально для ребят с инвалидностью, они хотят приехать на наш форум. Кто-то участниками, кто-то сами мотивационными спикерами. И это здорово. Это значит, что мы впереди по всей стране. Слушайте, я даже не знала, как здорово, а сколько мест сейчас еще открыто, если, вот вы говорите, 50 человек в этом году могут поехать, сколько мест еще открыто, и кого вы ждете, потому что есть разные направления, есть ли какие-то ограничения по направлению, ну, там, вот у серии, там, все, модельеров у нас достаточно, давайте что-то другое. Или вы всем рады, и как идет этот отбор, то есть с чем человек должен прийти? Регистрация пока объявлена до 15 мая, поэтому все, кто хочет попробовать себя в этом интереснейшем приключении, подавайте заявки, мы вас ждем. Вплоть до конца регистрации не поздно принять участие в этом конкурсе, потому что отбор в инклюзивный городок – это именно конкурс. Например, насколько мне известно, Ольга подала нам свою заявку и в этом году, хочет поехать. Но, несмотря на то, что она там призер Иволги и подала свою заявку две недели назад, она будет на равных соревноваться с ребятами, которые подадут заявки и в последний день. Из всех поданных заявок мы рассмотрим проекты ребят, отберем сильнейшие, обратив внимание на медицинские показания и противопоказания, формы инвалидности бывают очень разные. И, к сожалению, мы не можем взять вообще всех людей с инвалидностью на форум. У нас есть ограничения по сохранности интеллекта, например. Поэтому ребята будут конкурировать друг с другом, и 50 сильнейших в любых сменах будут отобраны, приглашены на форум, и, естественно, участие для них будет полностью бесплатно. Транспорт и проживание, и питание, все включено. Куда нужно обращаться? Сайт или лично прийти? Или каким образом происходит подача заявок? Расскажите. У нас, как организатор площадки «Инклюзивный городок», организация «Инклюзивный клуб добровольцев», есть группы в ВКонтакте, в Фейсбуке, есть портал «Инклюзивных практик», которым заведует один из наших специалистов. Там есть вся необходимая документация, анкеты, проектные заявки. Более того, там указаны контакты телефонов, куда все потенциальные участники могут обращаться за консультацией как по анкетам по своему участию, так и по проектам. Мы с большим удовольствием поможем сформулировать из вашей идеи реальный проект, который имеет шансы выиграть на Иволге. С удовольствием позанимаемся с вами и с удовольствием поработаем над искусством самопрезентации, чтобы повысить ваши шансы на победу. Спасибо, Алексей. Ольга, какой проект, какую заявку вы подали в этом году? Ну, на самом деле, я немножко еще не совсем определилась. То есть, допустим, на форум, когда собираешься, ты подаешь одну заявку. Когда ты учишься на форуме и живешь на форуме, может все кардинально измениться, и твой проект может стать совершенно другим, нежели каким он подавался. Я хотела бы также продолжать работу с людьми с инвалидностью. То есть, у меня в проекте, в моем, который сейчас реализовывается, он подразумевает наличие помощников людей с инвалидностью. То есть, они у меня есть, они мне помогают изготавливать мои изделия, потому что я тоже не могу совсем исправиться, и сил, времени не всегда нам все хватает. Вот, и для них это дополнительный заработок и возможность как-то самореализоваться. На самом деле, Ольга открыла маленький секрет. У нас в этом году на Иволге есть ноу-хау. Вот это был мой следующий вопрос, да, потому что всегда бывают какие-то ноу-хау. Участник может подавать не один проект, а целых три в этом году. То есть, можно подать заявку на один, зарегистрироваться, а потом подавать еще несколько проектов на самые разные смены. Ну вот, Ольга у нас подается на культурную смену в этом году. Тем не менее, она может участвовать в грантовом конкурсе и на смене предпринимателей, и, скажем, на смене поколения добра. Волонтерской смене. И это очень здорово. Многие годы был этот вопрос у участников. У тех, у кого проекты пересекаются. То есть, с одной стороны, это бизнес, с другой стороны, это культура. Вот. И всегда было непонятно, куда идти, где пробовать защищаться. Теперь эта дорога открыта, что повышает шансы и наших участников тоже. Здорово. Какие еще направления, может быть, образовательные есть? Потому что ИВЛГ тоже никак не стоит на месте. С каждым годом развиваются и смены расширяются, и интересы как-то и меняются, и расширяются в том числе. Какие еще, может быть, новые направления? Ну, во-первых, в этом году будет очень интересная международная смена. Если в прошлом году у нас были представители Китая и Франции, по сути, две вот эти делегации, с которыми русскоязычные участники могли общаться, делаться совместные инициативы, то в этом году будет не менее десяти стран. И это очень здорово, это культурный обмен, это обмен опытом, это обучение языкам. Потом в этом году усиливается культурно-тренинговая программа. Я не могу открывать всех секретов, но в этом году участники смогут увидеть спикеров на порядок сильнее и на порядок интереснее, чем в прошлые годы. Все-таки это юбилейная ИВЛГ. То есть уже известны некоторые имена? Конечно, конечно. Уже был на планерках объявлен список приглашаемых спикеров. Так вот, там всем известны первые лица бизнеса, культуры, политической деятельности. Но все увидите в анонсах в группе ИВЛГ и, я надеюсь, на форуме. Какие планы? Есть еще у нас две минутки буквально до конца. Есть ли какой-то план, что хочется столько-то грантов или такой-то проект, чтобы он победил? Потому что все равно так или иначе все связано с тем, чтобы повышалась комфортность жизни и вашего клуба, и ребят, которые, молодежи с инвалидностью, чтобы их жизнь становилась комфортнее, лучше, интереснее и так далее. Как этого можно добиться? Реально этого достичь? Хочется как можно больше талантливых ребят с инвалидностью привлечь, дать им эту возможность поверить в свои силы, раскрутиться, завести на новые контакты и знакомства. Сделать так, чтобы в регионах нашего Приволжского федерального округа сформировалось настоящее молодежно-инклюзивное сообщество, чтобы такие проекты, как у Ольги, были во многих городах, чтобы развивался и бизнес для людей с инвалидностью. Ну, потому что если человек с ограниченными возможностями вдруг становится предпринимателем, как показывает практика, он совершенно не против брать на работу людей с инвалидностью. В общем, мы сейчас формируем то сообщество, которое лет через 10-15 будет решать самые острые проблемы нашего государства, с которыми мы сталкиваемся на улицах сейчас. Я уверен, что если та же Ольга через какое-то время станет директором крупной фирмы, она-то у себя уж точно и пандус поставит, и кнопки, и тактильную плитку. И таким образом мы решаем ту грандиозную проблему, о которой очень-очень много говорится, но не всегда много делается. Олечка, у нас полминутки, но не могу не спросить. Вы довольны? У вас работа кипит? Конечно, я довольна. Заказы? Да, у меня появились новые заказчики, у меня появились новые заказы, причем довольно крупные заказы. Это всегда что-то новое. Причем каждый заказчик, он совершенствует. То есть, допустим, я не могу слепить все абсолютно, но заказ, он всегда дает какие-то новые знания и умения. Ну, то есть, вы продолжаете работать, и параллельно чему-то новому учиться. Да, то есть, человеку заказчик... И помощники у вас есть. Да, что-то новое, и ты учишься это делать. Спасибо вам огромное, что пришли. Ждем всех на Иволге, в инклюзивном городке. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Счастливо. До свидания.